В этом выпуске мы обсудим, какие еще нужны предметы для работы с микроскопом, как оборудовать свое рабочее место, чтобы найти кого-нибудь интересного. Привет, друзья! На связи биолог Николай Ковылов. Это испытатели природы. Проект происследования буквально у нас под ногами. Если вы сейчас смотрите этот видеоролик, это значит, что вы хотя бы немножечко интересуетесь природой и готовы ее исследовать. Я считаю, что одним из важнейших помощников для самостоятельных исследований является прибор под названием микроскоп. И вот у нас есть он, красавчик микроскопа. Мы хотим что-нибудь рассмотреть. Как и в любом серьезном деле, нужно подготовить рабочее место, так называемую домашнюю лабораторию, не забыв, скажем, о вдохновении и немножечко об уюте. Вот, ребят, портрет великого ученого Роберта Гука. Мы про него еще будем говорить. И смотрите, сколько у него приспособлений разных для работы с микроскопом. У нас будет не меньше. Берем коробочку какую-нибудь, подписываем, что это у нас относится к лаборатории. Обязательно ставим подпись. Удобно все хранить в одном месте, чтобы ничего не растерялось. Начнем. Вот это, ребята, пробирка. Это может быть любая бутылочка, баночка, закручивающаяся крышкой. Я собираю в нее пробы, потом приношу в домашнюю лабораторию и рассматриваю. Но не лезу в пробирку руками. Для этого у меня есть хваталки пинцет, и обязательно ими обзаведитесь. А также пипетки, которыми можно что-нибудь жидкое схватить, перенести и потом выдавить на стекло. Как мы видим, салфетка тоже обязательно пригодится. В некоторых случаях требуется сделать срез. Вот как, например, при рассмотрении огурца. И это мы обязательно будем учиться с вами делать во время нашего курса. Видно, что он из клеточек состоит. Никуда не деться, ребят, без стекол. Потому что все, что мы рассматриваем, мы помещаем на стекло. Это, кстати, называется препарат. Изредка требуется образцы красить. Тоже вам когда-нибудь про это расскажу. А также двигать с места на место. Для этого нужна иголочка. Вот такой получился волшебный ящик. Согласитесь, друзья, эти предметы весьма простые. Если их нет у вас дома прямо сейчас, то мне кажется, что в ближайшем магазине, или подождав немножечко доставку, вы соберете все необходимое. Также советую все это хранить в каком-нибудь едином контейнере, который обязательно нужно подписать. Как я, собственно, в видео и показал. Собрав все эти дары, вы будете на полпути к успеху. Медзаки не даст соврать. Для работы с микроскопом, помимо самого микроскопа, необходимых предметов, нужно, ребята, место. Место, которое будет посвящено вашим исследованиям. Я его называю обычно домашняя лаборатория. И сейчас расскажу, в каких условиях и где мне самому приходилось работать и что я при этом исследовал. Расскажу вам про прошлое лето. В мае работал вот в этом местечке, в нашей школе, где оборудовал себе домашнюю лабораторию. Я с большим любопытством наблюдал вот за этими товарищами. Затем мы поехали в деревню и единственное место для лаборатории оказался чердак нашего старого дома. Было очень пыльно, но весьма уютно. И я с большим удовольствием рассматривал, например, вот этих щитней шикарных из лужи. И из той же лужи вот прекрасный, похоже на планет, водоросли Вольвокс. Смотрите, они, чувствуя свет, собрались на одной стороне банки. Да, требовалось гонять по окрестностям, и тогда я грузил лабораторию в машину. Благо все предметы небольшие и легко перевозятся. И даже в таких походных условиях удалось рассмотреть прекрасную инфузорию туфельку. Ну а сейчас моя лаборатория находится в доме у леса, в Сергиевом посаде, друзья. И уже, как вы видите, сделаны первые находки. Может быть, вы их знаете. Так что, друзья, если у вас есть желание, если у вас есть прибор, то вас ничто не остановит. Вы, я думаю, уже видели, что практически в любом месте, даже в глубине леса, можно организовать небольшую полевую лабораторию и там проводить весьма любопытные исследования. Желаю вам удачи в самостоятельных исследованиях. Если есть какие-то вопросы, связывайтесь со мной во всевозможных соцсетях. Я стараюсь на предметные вопросы. Когда люди действительно интересуются темой, я на такие вопросы стараюсь, конечно же, отвечать. Удачи! Микромир ждет своих исследователей. Удачи, ребят!